Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Павел Уханов. Я профессиональный гармонист. Нахожусь сейчас в студии Владимира Бутусова. Это мой второй видеоролик, посвященный радиосистемам для гармоники, баяна и аккордеона. И сейчас хочу рассказать вам про уникальную радиосистему фирмы GTS. Это китайская фирма. Когда я увидел эту системку в музыкальном магазине, покрутил ее в руках, она меня очень сильно удивила. Сейчас поймете почему. Приемник, вот эта радиобаза, в принципе стандартная. Здесь две антенны. Система имеет 16 каналов. По-любому вы найдете нужную частоту, в которой радиосигнал от передатчика к приемнику, то есть от гармонии к звукорежиссеру, дойдет максимально качественно, без всяких помех. Переключается здесь все это вручную. Дальше здесь есть регулятор громкости. Кнопочка включить-выключить. Сзади очень здорово, что два выхода, любительский, скажем так, джек и профессиональный XLR. И кнопочка переключения децибел. То есть, либо 0 децибел, либо минус 20 децибел. Это если очень сильный какой-то сигнал. Ну, допустим, не всегда же можно гармон подключать. Можно сантазатор подключить, и там будет линейный сигнал. Он очень сильный, поэтому надо будет нажимать минус 20. Вот в такой интересной коробочке кейса находится передатчик. Так, сейчас подвинем. Вот такой компактный передатчик. Здесь еще есть антенка. Вот, она у меня, правда, оторвалась, но эта система не новая. Я уже несколько лет использую ее очень активно. Поэтому, ну, все рано или поздно приходит в негодность. Либо что-то, ну, там царапается, перетирается. Но, несмотря на то, что антенна оторвалась, система работает. То есть, качество китайское фирмовое, скажем так. Есть Китай шерпотребовский, есть Китай фирмовый. Почему я говорю о Китае фирмовом? У меня были гастроли в Пекине. Я выступал в их главном зале. Но у нас есть Кремлевский зал, у них там какой-то свой зал. И там, я за кулисами посмотрел, стоят очень много систем фирмы Шур и очень много систем фирмы GTS. Я думаю, если бы фирма GTS была плохая, ее бы не использовали в лучшем зале Пекина. Надежная система. Здесь тоже на передатчике есть переключение каналов. То есть, важно, чтобы канал совпадал и на приемнике, и на передатчике. С помощью такого переходничка джек, который накручивается, вы можете втыкать либо в гитару, либо в синтезатор, либо в гармонь баян-аккордеон, если у вас встроены микрофоны. Но это, в принципе, есть и у других систем. То есть, это не новинка. Новинка заключается, ноу-хау в том, что можно это убрать и вставить микрофон. То есть, сразу, очень компактно передатчик находится вместе с микрофоном. Причем микрофон вы можете регулировать в разных плоскостях. Он еще крутится по-всякому. И это очень удобно. Микрофон чаще всего я использую для своей гармонии, для озвучивания левой руки. Правая рука, это у меня идет микрофон C516 АКГ фирмы. А левую руку озвучиваю этим микрофоном. Во-первых, мне больше нравится по звуку этот микрофон. Для правой руки подходит хуже, чем C516. Но зато для басов замечательно. При этом я этот микрофон использовал для позвучки, представляете, миниатюрных гармоник черепашек. Примечателен тот факт, что передатчик питается от батарейки мизинчиковой, от всего-навсего одной батарейки. И крышечек существует три. Белая, серая и модная оранжевая. Я взял в руки гармошечку, подключил, точнее приклеил на двухсторонний скотч на спинной основе передатчик сразу вместе с микрофоном и направил в основном на правую руку. Чтобы сыграть двумя руками, я микрофон немножечко развернул, чтобы он пытался брать как бы и правую, и левую руки. При этом нужно опытным путем определить, вот где именно, вот так должен микрофон стоять или так, чтобы баланс между правой рукой и левой рукой был наиболее удачным. Теперь я микрофон отключаю. Гармонь тоже кладу, беру в руки баян и подключаю через джек, через переходник джек, эту радиосистему к встроенным микрофонам, которые стоят в баяне. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете звонить мне по телефону, который указан на экране, и если вы хотите приобрести радиосистему, то у меня есть несколько радиосистем фирмы АКГ. Если что-то нет у меня, я могу посоветовать, где это можно приобрести. Так что пишите, звоните, контактную информацию вы видите на экране. На самом деле был Павел Уханов. До новых встреч!